Добрый день, уважаемые телезрители, гости, подписчики на канал Наши Жизни. Мы с вами продолжаем эксперименты по размножению лилий чешуйчатым способом. В предыдущем видео вы можете посмотреть, как мы эти чешуйки отделили от лилий, как мы их сажали, каким способом конкретно. Я напомню, это был песок, в данном случае. И посмотрите, пожалуйста, сейчас этим лилиям уже больше двух месяцев. Все чешуйки, абсолютно все чешуйки, которые мы посадили, данным способом имеют росточки. Просто какие-то росточки чуть больше, какие-то чуть меньше. Но обращаю внимание на то, что ростки достаточно крупные, очень большая корневая система. Пока еще ростки не стали расти вверх, я еще пока их не высаживаю и не рассаживаю. Вот второй способ. Мы сажали с вами в опилки. В опилки не хвойных, а лиственных деревьев, пород деревьев. И обращаю внимание на то, что один мы отсюда извлекали, одну чешуйку, она у нас погибла, а вот пять чешуйок дали в свои всходы. Одних чешуйок они поменьше, у других чешуйок они покрупнее. Но опять-таки же, еще раз повторюсь, абсолютно все чешуйки дали по несколько клубеньков. Но пока, так как у нас еще чешуйки активно не растут, хотя вот здесь вы уже можете видеть, уже достаточно начинают вверх подниматься, вырастать. Но пока еще собственного контейнера хватает. А вот с теми чешуйками, которые были посажены двумя буквально, или тремя неделями ранее, я уже показывала вам видео, что я чешуйки уже рассаживала. Причем из этого контейнера я уже высадила, вот здесь вы можете видеть, три чешуйки. Я от чешуйок не отделяла их клубеньки, поэтому здесь вот сразу можно видеть две точки роста, два клубенька, здесь у нас два клубенька, две точки роста, и вот здесь у нас образовались три клубенька, три точки роста. Потом, постепенно, в процессе, по мере роста клубеньков, они сами от этой чешуйки самостоятельно отделятся и отпадут. Но наши чешуйки, которые еще остались, вот вы видите, здесь у нас чешуйки доросли до самого верха контейнера. И опять-таки же встает вопрос о том, что нужно продолжать их рассаживать. Здесь вот сразу нужно рассаживать одну чешуйку, вторую чешуйку выросло. И вот, собственно говоря, с этого края, наконец, начали расти те чешуйки, они другого сорта, которые очень-очень долго у нас никак не всходили и не прорастали. Какие-то чешуйки мы здесь удаляли, они погибали, но вот, наконец, чешуйка начала расти. Более того, могу сказать, что вот эта чешуйка, которая выглядит очень плохо, на ней уже с наружной стороны появился мох, но, тем не менее, вот здесь вот, если присмотреться, посмотрите, пожалуйста, какая корневая система от самой чешуйки. И вот здесь вот видно о том, что у нее образовались все-таки клубеньки. Поэтому совет на будущее, даже если вам кажется, что чешуйка совсем не негодна, она уже ничего, казалось бы, не может нам дать, вы ее оставьте, по крайней мере, до тех пор, пока она уже окончательно у вас не сгниет и не погибнет. Или, по крайней мере, прежде чем ее так однозначно и безоговорочно выбросить, постарайтесь ее аккуратно извлечь и посмотреть. А может быть, у нее все-таки тоже есть клубеньки. Вот эти две чешуйки я сейчас пересажу, потому что, даже три, да, из этого сорта, три чешуйки я пересажу и буду продолжать эксперимент, буду ждать, когда у меня вырастут чешуйки в этих контейнерах. Но я уже скажу о том, что так как чешуйки уже начали расти достаточно активно, я их уже достала из темного помещения, они у меня растут на свету и растут достаточно хорошо. Очень меня устраивает этот процесс. Чешуйки вот где-то образовались внутри, где-то снаружи чешуйчик некоторых образуется. То есть здесь главное нам просто сохранить контингент, что называется, и не дать возможности им погибнуть. Вовремя просто стараюсь сейчас следить за влажностью, чтобы не переувлажнить и чтобы все-таки не подсохли наши чешуйки. Хотя, конечно, им собственной влаги на определенный промежуток времени все-таки хватит. Ну и, наверное, вот эту чешуйку, которая тоже начала расти, я сейчас тоже пересажу. Еще раз напоминаю, каким образом происходит пересадка. Обычный контейнер, ну я вот такой беру из-под цветов, он у нас с дренажным отверстием, наполняю землей. Вот так вот сейчас поставлю, земля у меня плодородная. Стараюсь максимально аккуратно. Корневая система, еще раз повторюсь, и в предыдущем видео в этом вы можете увидеть, корневая система у них очень большая. То есть, кажется, чешуйки маленькие, а посмотрите, сколько у них корешков. Я песок не отряхиваю для того, чтобы не травмировать лишний раз растения. Делаю углубление, помещаю их внутрь, вот вы видите песочек еще. И сверху слегка буквально прикрываю той же самой землей, которая посыпала и вниз. То есть, на поверхности уже сами клубни у меня не видны, на поверхности виден только росток, ну и небольшая часть чешуйки, потому что она все-таки пока еще выше тех клубеньков, которые у нас образовались. И буквально чуть-чуть уплотняю поверхность. Небольшой полив. Собственно говоря, теперь уже абсолютно на открытой пространстве, без пакетирования, без накрывания пакета сверху, я выращиваю наши лилии. Итак, очень рекомендую вам такой способ размножения лилий. Причем вы можете покупать на рынке уже даже проросшие лилии, которые уже продают по заниженной цене. Вы их просто можете разобрать на вот такие вот маленькие чешуйки и выращивать. Ну а в одном из своих видео я вам расскажу о том, что произошло с теми лилиями, от которых я эти самые чешуйки и отделяла. Растут они или погибли. С вами была Юлия. Подписывайтесь на мой канал Нашу жизнь. Следите за новыми видео. До новых встреч!